Дорогие жители авиационного гарнизона Бельбина, сегодня я вижу, что в наших рядах здесь находится в большинстве ветеранов 62-го истребительного авиационного полка имени 50-летия Волк-СМ и частей обеспечения. Хочу поздравить вас всех с наступающим праздником 74-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне и 75-й годовщины со дня освобождения города Севастополя. Хочу пожелать вам крепкого здоровья на долгие годы ветеранам труда вооруженных сил, ветеранам войны долголетия. 62-й истребительный авиационный полк, вы сами знаете, был создан во время войны 26 сентября 1941 года. Из первых дней боев он защищал воздушное небо Севастополя и один из последних смыслов Херсонес покидал наш аэродром, Херсонесский маяк. Сегодня, в этот праздничный день, к нам прибыл глава Коммунистической партии Российской Федерации Пархоменко Василий Михайлович. Прошу вас. Дорогие друзья, товарищи, славные боевые летчики, позвольте мне от всей души поздравить вас с нашим великим севастопольским праздником 75 лет освобождения нашего города и 74-й годовщины Великой Победы. Мы с вами проведем в Севастополе генеральную репетицию, а через год тоже будем праздновать славную юбилейную победную дату. Севастополь имеет на это полное право. Наш город настолько прославлен в годы Великой Отечественной войны, что историки до сих пор полностью не оценили его подвиг. Та его героическая оборона 250 дней позволила нашим войскам удержать здесь огромную мощную армию Манштейна, который не вышел вовремя на позиции Сталинграда и благодаря этому совершилась Сталинградская битва, знаменитое окружение немцев под Сталинградом и их полный разгром, который, по сути дела, послужил переломным моментом Великой Отечественной войны. Вы знаете, я много очень читаю об истории этой войны. Сражался мой отец, моя мать. До меня очень интересен этот период. И вот я буквально на днях прочитал такие вещи. Наверное, вы все знаете дом Павлова, да? Это в центре города, в Сталинграде, бывшая мельница, небольшое здание, которое несколько раз переходило из рук в руки, а была ситуация, что на первом этаже немцы, на втором этаже наши, потом меняемся, как говорится, менялись местами. Так вот, товарищи, цифра интересная. Запомните ее, рассказывайте своим внукам и правнукам. Немцы под домом Павлова потеряли солдат больше, чем во всей своей европейской кампании, когда они ходили покорять там Францию, Польшу, Бенгрию, Голландию и прочее, прочее. Они за три месяца покорили всю Европу. И за три месяца в Сталинграде перешли с одной стороны улицы на другую. Вот так сражались наши отцы и деды, в том числе и здесь сидящие, дорогие мои. И Севастополь был одним из самых ударных городов в той череде городов-героев, которые мы сегодня вспоминаем и которые отдаем дан памяти. Я вам расскажу еще один исторически важный факт. Ровно через полгода, зимой 45-го года, Сталин, Черчилль и Рузвельт собрались в Ялте. Они решали очень вопросы важные. Как обустроить мир после войны, как эту войну закончить, каким государством быть, каким не быть. Ну и вам скажу, Черчилль мешал. Он ни один договор не хотел подписать, ни одно соглашение не принимал. Сталин сам придумал или кто-то ему подсказал. И говорит, Черчилль, у тебя же там предок лежит в Севастополе на кладбище. Давай сделаем день перерыва, а ты съезди и поклонись могиле предка. Он поехал в Севастополь, приехал в Севастополь молчаливый и на следующий день подписал все договора. Когда его спросили, что случилось, он говорит, то, что я увидел, меня поразило. В Севастополе, дорогие мои друзья, из всего многочисленного города, более 1700 домов, целыми осталось только три. И то условно, у них крыши были. Из 120 жителей, проживающих до начала войны, осталось всего 2 тысячи в Севастополе. И Черчилль, который видел бомбардировки Лондора, Ковенгартена, был поражен. Он понял, какую жертву принес советский народ, и что будем выторговывать там, будем говорить, часть территории, это просто кощунственно. Поэтому, да, победа, она священа для нас. И мы, более молодые поколения, хоть и убеленные сединами, должны передать ее детям, внукам, чтобы они знали о том величайшем подвиге, который совершали наши солдаты. Взятие Севастополя в 1975 году было очень важно со стратегической точки зрения. В 1944 году, извините, дорогие друзья, почему после этого Южный фронт пошел полностью в наступление, не было уже в тылу противников. Взяли Румынию, взяли Болгарию, вошли в Югославию и замкнули ровно через год стальные клещи на горле врага в 1945 году в Берлине, дорогие друзья. Естественно, эту дату мы не можем с вами оставить без внимания. В городе много делается, чтобы почтить ветеранов, чтобы отметить их величайший подвиг. Мы, севастопольские коммунисты, обратились к Геннадию Андреевичу Зюганову с просьбой учредить специальную медаль, посвященную 75-летию освобождения нашего города. Мы не сомневались, что он примет положительное решение. Почему? Потому что он всегда говорил, для меня, для моей семьи Севастополь – вторая родина. Здесь, на Микензевых горах, совсем недалеко от вас, сражался его отец. В 1941 году он был тяжелейшим образом ранен, ему оторвало ногу. И татарин, и украинец, два его друга, пять километров внесли его на плащ палатки и таким образом спасли ему жизнь. И так получилось, что рядом с ним в окопах, не знаю, пересекались они или нет, сражался краснофлотец Михаил Пархоменко. Это мой отец. И когда мы с ним пришли на Моисхрустальный, посмотрели на тот памятник солдату и матросу, он долго на него глядывался, я говорю, Геннадий Андреевич, что ты смотришь? Да солдат на моего отца похож. Я глянул, окраснофлотец, на моего отца похож. Вот так, товарищи, пересекается судьба поколений. Вот так вот происходят вот эти моменты. Поэтому еще раз хочу от всей души вас поздравить с праздником. Благодарен тем ветеранам, которые рассказывают в школах, рассказывают детям, внукам в учебных заведениях о величайшем подвиге нашего народа. И никому не дадим. Они нам сейчас на Западе рассказывают, что они с американцами выиграли войну. Это мы, дорогие, целое 27 миллионов жизней ее выиграли. Вот недавно один товарищ подсчитал, если каждого из них почти минутой молчания, нам 50 лет надо молчать, дорогие друзья. Это наша великая жертва и наша величайшая победа. И никому не дадим над ней надругаться. Дорогие друзья, может быть, моя речь была несколько такой трагической, несколько я приводил такие, ну что ли, цифры, которые вы, в принципе, знаете, но тем не менее, могли вызвать у вас сомнения. Но тем не менее, День Победы – это величайший праздник. Я свое выступление хотел бы закончить вручение вам специальных медалей, о которых я говорил. На них как раз и изображен вот этот памятник солдату и матросу. И по представлению вашей ветеранской организации я сейчас с удовольствием вручу ветеранам вашего поселка, ветеранам славного истребительного полка эту замечательную медаль, учрежденную Центральным комитетом партии. Спасибо вам за внимание. С праздником вас, дорогие друзья! Памятная медаль называется так. Представляю вашу вниманию название. Удостоверение Центрального комитета Кабунистической партии Российской Федерации награждение медалью 75 освобождения Крыма и Севастополя. Награждается Грубяк Тамара Ивановна, ветеран Великой Отечественной войны. Мазур Ольга Филипповна. Реченка Ольга Владимировна. Петрова Маргарита Ивановна. Глушкова Тамара Гавриловна. Копасова Наталья Павловна, ветеран Великой Отечественной войны. Я приду к вам на встречу. Сверидова Людмила Григорьевна. Крыскович Юрий Викторович. Годы отечественной войны. Феофанов Юрий Григорьевич. Самойлов Евгений Алексеевич. Исааков Григорий Петрович. В республике Египет. Лагвиненко Александр Евгеньевич. Кирко Андрей Андреевич. В республике Афганистан. Тарасенко Владимир Петрович. Ветеран Великой Отечественной войны. Которому в этом году 23-го. Аксюта Николай Дмитриевич. Я вас тут встречаю. Идите всегда, друзья. Чтобы все видели героя. Товарищи, давайте еще поаплодируем нашему элитарану. Киреев Владимир Константинович. Никончук Виталий Пантелеевич. Участник боевых действий в Демократической республике Афганистан. Которому в этом году исполнилось 80 лет. Глужков Иван Семенович. Награжден медалью за боевые заслуги. Глужков Иван Семенович. Глужков Иван Семенович. Казмин Василий Константинович. Матвеев Владимир Владимирович. Адащенков Виктор Иванович. Сергеев Геннадий Геннадьевич. Бурилов Роман Михайлович. Спирин Александр Михайлович. Тригорянс Эдуард Андреевич. Никифоров Сергей Евгеньевич. Шулешко Александр Анатольевич. Мироненко Дмитрий Ефимович. Нагорный Валерий Николаевич. Нагорный Валерий Николаевич. Ломинога Александр Григорьевич. Василешников Александр Петрович. Фомиченков Сергей Яковлевич. Бирюков Владимир Евгеньевич. Рекубравский Анатолий Дмитриевич. Насыров Баймамбет Кашмамбетович. Семенов Александр Никифорович. Чугай Николай Тимофеевич. Волошин Михаил Григорьевич. Лосица Владимир Алексеевич. Харьяков Виктор Иванович. Рекубравский Анатолий Дмитрий. Валерий Николаевич. Семенов Александр Мияж и Юрий. Рекубравский Анатолий Дмитрий. Органюк. Органюк. Федотов Михаил Алексеевич. Реченко Анатолий Васильевич. Плинский Валерий Андреевич. Королёв Михаил Степанович. Мотус Николай Иванович. Пойнта Александр Николаевич. Тринеев Сергей Николаевич. Хабиров Виктор Викторович. Ницветаев Сергей Геннадьевич. Ницветаев Сергей Геннадьевич. Командир 62-го истребительного полка. Антипов Николай Сергеевич. Птицын Николай Валентинович. АПЛОДИСМЕНТЫ Проверяют, все ли получили награды. Я хочу объявить ещё одного товарища. Мицкевича Валерия Михайловича. Давайте поаплодируем этой фамилии. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Поверяют, которые я вам предпочу, как полагается. АПЛОДИСМЕНТЫ Служу Великой России. 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 И российский народ. Служу Великой России. 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 Так хочу, мой родной, до земли я тебе поклониться. Так хочу, мой хороший, про внуков твоих показать. Голова на висках, уж давно сединой ковылиться. Как мне много охота, мой дед, тебе рассказать. Ты ушел, не увидев меня, только я не в обиде. Сколько правильных, честных с тобою погибло, ребят. Ты, по сути сказать, ничего в своей жизни не видела. Ох, как много же в нашей земле известных солдат. Дудочкой в стаканчике я накрою хлебушком. Положу тюнбанчики для родного дедушки. Посмотреть со стороны, жизнь бежит, торопится. А любимый дед с войны, как все не воротится. Ох, война, жестокий бред, сколько людей погубили. Сибиспокоен, милый дед. Ну вот, и поговорили. Поверьте, я не буду врать, но не запомнил я фамилию, имя, отчество. Но на плите написано, здесь покоится офицер Советского Союза. Я когда это увидел, тут же буквально ночью у меня появилась песня с одноименным названием. Он принял присягу единственный раз, Поклялся на верность отечеству, Как дед и отец, те, что пали за нас, За мир для всего человечества. Когда ж наступил этот час роковой, Когда наше стало чужое? Ты слышишь, он первым покинул строй, Он первым шагнул из строя. И сердце билось так безудержно, Но ясным был красивый взгляд. Присяду дважды принимать грешно, Так офицеры говорят. Держава распалась, Он рапорт подал, Для родины стал он обузай. Он просто ушел, И негромко сказал, Я офицер Советского Союза. Потом были годы лишений, Мы заросли, Он рано познал одиночество. Я знаю, ему не хватало лекарств, О, Боже, да как он по отчеству, Но милости он никогда не просил, И пусть не имел вида светского, Он там, он в Советском Союзе жил, Служил своему советскому. Вот гуманитарная помощь пришла, Для бедных пришла из Германии, Она офицера случайно нашла. Ах, если бы знать все заранее, Когда он в руках ту подачку держал, Разглядывал буквы старательно, Он как-то согнулся, Он весь задрожал, И вдруг посидел окончательно. И сердце билось, Так безудержно, Но ясным был красивый взгляд. Присягу дважды принимать грешно, Как офицеры говорят. Держава распалась, Он рапорт подал, Не вынес постыдного груза, А камни над гробным Лишь сын написал. Здесь офицер Советского Союза! Пусть знают те, кто молод, Мы пережили голод, Разрухуй великую войну, В атаку поднимались, И с жизнью расставались, Мы всей душою верили ему. И было правым дело, Мы в бой вступали смело, Лишь в пекле закаляет сам металл. И Сталин, ясный сокол, Смотрел на Севастополь, На привокзальной площади стоял. Верните Сталина на площадь, Ему над Севастополем стоять, Верните Сталина, он наш генералиссимус, Ему над Севастополем стоять. Поверьте, мы не дремлем, Фашистов не приемлем, И дух высок, и есть боезапас. И если будет надо, Давить мы будем гадов, На это хватит мужества у нас. И в мраморе граните, Вы нам вождя верните, Я требую во имя стариков. Пусть Сталин, ясный сокол, Глядит на Севастополь И в дрожь приводит всех его врагов. Верните Сталина на площадь, Привокзальную, Он город из разрухи поднимал. Историю храним, Курминальную, Он здесь, на этой площади стоял. Верните Сталина от мнений, Независима героя у народа нет нять. Верните Сталина, Он наш генералиссимус, Ему над Севастополем стоять. Верните Сталина, Он наш генералиссимус, Ему над Севастополем стоять. Верните Сталина! Героя у народа не отнять! Верните Сталина! Он наш генералиссимус! Ему на Красной площади стоять! Верните Сталина! Он наш генералиссимус! Ему порад победы принимать! Верните Сталина! И в законодательное собрание мы тоже, коммунисты Севастополя, подадем своей кандидатурой. Сентябрь придет, посмотрим, поборемся с этой властью, которая, честно говоря, просто не видит севастопольцев. Песня, которую я подготовил на финал нашего импровизированного концерта, называется «Россия будет Севастополем гордиться». И это не просто фраза. У меня в этой книжечке, которую получили некоторые из вас, есть такие строчки. «Россия начиналась с Севастополя». С него же вновь Россия возродится. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вам выпало в такое время жить, Когда по миру танки грохотали, Но продолжая верить и любить, Вы все-таки Россию отстояли. За нашу жизнь мы благодарны дедам, Улыбка гордости в морщинах их видна. У вас на всех единая победа, У вас на всех единая страна. И вас никто не в силах подарит. И в разуме он, в том факте, убедиться, Когда вы в праве были говорить. Россия будет Севастополем гордиться. Когда вы в праве были говорить, Россия будет Севастополем гордиться. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Нам выпало в такое время жить, Когда нацисты обрели вновь силу, Но продолжая верить и любить, Мы отстояли матушку Россию. И наши внуки будут благодарны дедам, Улыбка гордости на лицах их видна. У нас на всех единая победа, У нас на всех единая страна, И нас никто не в силах покорить. И Крым теперь уже не за границей, И мы сегодня про не говорить. Россия будет Севастополем гордиться. И мы сегодня про не говорить. Россия будет Севастополем гордиться. И нас никто не в силах покорить, И Крым теперь уже не за границей, И мы сегодня про не говорить. Россия будет Севастополем гордиться, И мы сегодня про не говорить. Россия будет Севастополем гордиться. Хочу от вашего имени поблагодарить Василия Михайловича и Алексея За предоставленную возможность нам сегодня Порадоваться вместе с вами и они с нами В честь такого большого праздника 75-летия освобождения города Севастополя. Спасибо вам. Спасибо большое, товарищи. Честно говоря, душа порадовалась. Вот попав в советский городок, Вижу, что еще не все благоустроено. Но зная ваш напор, Вот Алексей берет шефство. Коммунистическая партия над вашим поселком. Так что все вместе будем приводить его В образцовый, в идеальный, какой он был в советское время. А сейчас еще раз вас с праздником. Есть предложение. Давайте коллективную фотографию с ветеранами, Жителями сделаем на память. И сегодня же на сайте ее разместим. Как вы на это смотрите? Конечно. Мы подойдем туда, к товарищам, да, наверное? Давай. Пойдемте. Спасибо. Спасибо. Спасибо.